Меня зовут Александр Илюша, напомню. Я руководитель службы технической поддержки ИСЭК в Украине. И сегодня хочу затронуть тему кибер-угрозы. То есть мы с ними сталкиваемся регулярно. Кроме того, что мы сопровождаем продукты ИСЭК, нам еще получается, что приходится и участвовать в расследовании атак, так и в построении новых защищенных инфраструктур. Соответственно, за последние 2,5 года, с момента, как начались первые крупные атаки на украинские организации, мы уже набрали достаточно опыта и готовы с этим опытом поделиться. Я, скажем так, подобрал некий список угроз и хочу, собственно, более детально по этому списку пройти. Первое, с чем чаще всего сталкиваются, это ransomware. То есть это просто вредоносный код, который любым способом доставляется к какому-то конечному пользователю, он шифрует информацию и, собственно, требует денег. То есть это неприятная вещь, которая мешает работать и, собственно, очень сильно распространена. Есть много всевозможных способов пробовать от этого защищаться, но злоумышленники все равно идут немножко на шаг впереди. Почему? Потому что это способ зарабатывания денег. То есть они таким образом зарабатывают деньги, соответственно, они вкладывают в написание нового СПО, которое будет обходить существующие средства защиты, и все равно каким-то образом все равно доставляться на конечную точку конечному пользователю и делать его грязное дело. Следующая категория – это целенаправленные атаки и взлом. Здесь я, скажем так, разбил на несколько секций. Первое – это цель атака. То есть злоумышленник может преследовать различные цели. Это может быть и шпионаж с целью просто, например, иметь информацию о том, что происходит у кого-то. Это может быть саботаж. То есть это когда останавливаются бизнес-процессы удаленно, это когда выводится из строя оборудование, то есть делается какой-то, осуществляется прямой ущерб. То есть это наблюдали замечательно в аналитическом секторе, когда включалось электричество, там, Чутинин, целой области, или там, чтобы из последних было это в Киеве, в некоторых регионах отключалось электричество. То есть почему это делалось, сложно понять, потому что мы общались с теми ребятами, которые, непосредственно, безопасниками, айтишниками, которые в этом аналитическом секторе работают, они говорят, что это не была цель какой-то ущерб нанести, потому что если бы хотели сделать что-то плохое, то они бы не выключали, они бы включали, а включено то, например, где-то идут какие-то ремонтные работы, там были бежертвы, взрывы, и все на свете было. Или просто включили все, и за счет перегрузки просто рухнуло вообще. То есть не было цели у злоумышленников донести какой-то ущерб. Скорее всего, это, ну, вместе так анализировали, и решили, что, скорее всего, это была демонстрация сил. То есть, возможно, какая-то группировка, которая разрабатывает софт для взлома, для атак, она какому-то очень крупному заказчику предлагает свои услуги, и чтобы доказать, что да, действительно, мы крутые, и мы можем что-то, вот смотрите, хотите, мы сейчас там в какой-то области сейчас это включим, да, или в таком-то районе, вот смотрите, оп, видите, мы умеем. Поэтому, поведите нам мнение, мы там на заказ делаем. Компрометация. Тоже у компании есть официальные информационные каналы, на которых там крутится какое-то там видео, вот, и просто были подменены видеоролики, которые содержались совершенно в другой смысл. То есть и вот компания пытается всем сообщить о чем-то одном, вот, а злоумышленники подкладывают в другое видео, и идет совсем другая информация в другую сторону, то есть которая, наоборот, компрометирует данную организацию. Вот, в том числе, что касается компрометации, когда злоумышленники добираются до инфраструктуры чьей-то, они используют официальные каналы, могут осуществлять какие-то незаконные действия, и кому придет киберполиция, а к тому, с чего, и пиатриса, там, что-то там, кто-то что-то делает. Ну, что касается фальсификации, то есть все наслышаны, да, в результатах выборов в США, и уже результаты Брексита тоже под вопросом, там, британская там разведка тоже пытается что-то там накопать. Следующая секция – это способы методы проникновения. Однозначно используется социальная инженерия, то есть прежде чем злоумышленники даже начинают что-то там, скорее всего, даже писать и что-то делать, писать в институте, они исследуют объект, то есть они точно знают, кому, какое письмо, с каким вложением они пришлют. На сегодняшний день несложно найти там какого-то топ-менеджера какой-то компании, найти его в соцсетях, увидеть, что он, например, увлекается рыбалкой, там, полгода с ним общаться, дружить там в какой-то группе, и потом, ну, чувак, а вот смотри, я вам с Настей классно купил, вот ссылочка там, смотри, заходи. Ну, а он там на обеде или просто там в какое-то там время на работе, другой, я сейчас там пойду, посмотрю. Да, но это сайт, сделанный именно для него. И вот с того сайта вместе с картинками загрузится что-то, что пройдет все песочницы, все запреты, в смысле, все контроли, все проксисервера, антивирусная защита, дюки системы, все, 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 оно прошло, вот, легло у него на компьютере и ждет следующего сеанса связи, скажем так. Мало того, эти вещи могут доставляться частями и собраны будут потом. В общем, однозначно социальная инженерия, и после этого осуществляется сама атака. Что касается утечки данных, это имеется в виду учетный танк. Учетные данные пользователей легко перехватываются в публичных каких-то сетях, то есть кто-то где-то подключился к общему, в общедоступному айфрайлю, полез на какой-то там корпоративный ресурс, использовал свои учетные данные, все, если кто-то сниферит в этой системе, все, учетные данные можно переходит. Очень часто все решат тем, что связь с корпоративными ресурсами можно осуществить из любой точки, где бы был выход в интернет. Мы, например, после того, как тоже столкнулись с такими случаями, у себя строго политику настроили, что подключиться к корпоративным нашим каким-то ресурсам можно только после того, как подключиться к нашему пенсию. И уже через, получается, наш интернет корпоративный, уже дальше идет доступ, контролируемый, к корпоративному ресурсу. В противном случае к корпоративному ресурсу вообще нельзя подключиться, соответственно, таким образом данные не будут потеряны. Следующее – это уязвимости ПО. Это все есть, это все выявляется, решается это все постфактум. То есть, пока есть какая-то уязвимость, пока ее нашли, через эту уязвимость злоумышленники могут проникать внутрь инфраструктуры. Компрометация каналов связи легального ГОО. Буквально год назад у нас была ситуация с глаторским софтом. Злоумышленники компрометировали и самцов, и был скомпрометирован сервер обновлений. И это все было добавлено в исключение, в разрешенное. То есть, антивирусами всем следящим системам сказали, вот он работает, не трогайте его, вот все, вот все, что он делает, это нормально, не проверяйте. Вот сервер, с которого злоумышленники осуществляли управление этой атакой, везде разрешено, ну как же, это же сервер обновления, все. А дальше уже злоумышленники делают, что хотят. И, кстати, вот последствия, еще мы считаем, что еще не все закончилось. То есть, о чем свидетельствовало повторение в октябре, когда страдал метрополитен, одно из подразделений киевского метрополитена, детский работа. Это те же самые ребята. И вполне возможно, что они использовали для повторной атаки какие-то закладки, которые они оставили. То есть, пока все пользовались метком, и никто не знал о том, что потом, ну, когда все случилось, да, начали меток отдельно выносить, там начали где-то что-то там пересматривать, там, проба, там, все остальное. Вот, но до того времени злоумышленники несколько месяцев спокойно делали, что хотели. И могли распространить что угодно. Мы сами тоже, понимая это, мало того, что вынесли 20 с песов вообще в отдельный сегмент, на отдельный интернет. Все, потом там, серьезная жизнь, все. Бухгалтера туда уходят, грубо говоря, нами, каким-то образом, но не имеют взаимодействия с нашей инфраструктурой. Вот. Мы понимаем, что это могло остаться. Вот, поэтому мы полностью перестроили всю инфраструктуру, то есть у нас ничего старого не осталось. Но если у кого-то что-то старое осталось, вот, то возможен, гипотетический, да, вариант, что осталась какая-то закладочка, через которую злоумышленники смогут получить доступ к инфраструктуре. Тем более, что они, благодаря той атаке, знают, кто где находится, то есть где какая организация. Потому что знают все коды КПО и, соответственно, знают, конкретно могут легко найти, ну, и выбрать любую жертву, если не начать делать. Инсайдеры. Ну, собственно, то, о чем говорили вчера, да, что, там, как не защищать, а все равно самый простой, самый дешевый способ поймать какого-то там сотрудника и через него, там, сучнить проникновение внутренней инфраструктуры. И тут, собственно, ну, у меня так вчера акценты сместились. Я пытался, когда Андрей заканчивал свое выступление, сакцентировать внимание, что нужен мониторинг. Вот именно мониторинг того, что происходит внутри инфраструктуры. Инсайдеры – это самый простой способ проникнуть внутрь. Но это, опять же, это проникнуть. А то, что он принес что-то на флешке, там, затянул куда-то, ну, это да. То есть, легко они сделали, не проникли. А вот дальше главное – выявить их активность уже после проникновения. И вот, если будет мониторинг, можно будет выявить активность. Вот это как раз вот то дополнение к аудиту, о котором он вчера говорил. Но и в том числе инсайдеры могут быть неумышленными. Тоже самый пример, ну, в социальной инженерии, да, то есть, какого-то человека, заражается его домашний компьютер, он там пользуется флешкой, там, с работы на работу что-то носит, носитель информации, и через носитель информации он потом принесет какую-то гадость в организацию. То есть, такой вариант, неумышленного инсайдера тоже возможен. Последствия. То есть, это может быть и утечка данных, ну, собственно, мы об этом вырелись, много бизнес-процессов, уничтожение информации, то есть, такую штуку тоже взаимошенники делают. Они просто используют обычный процесс шифрования, но этот процесс шифрования делают сбойным. То есть, у вас расшифровка невозможна. Ну, собственно, выводы, история оборудования, искажение информации, то есть, об этом все мы говорим. Следующая категория угроз – это слабо защищенные инфраструктуры. Это и отсутствие сегментации, соответственно, проникая через какую-то одну рабочую станцию, там даже пользовательские права, урезанные, не админские, но уже у злоумышленников есть возможность внутри инфраструктуры что-то делать. И есть несколько способов украсть данные админский учет. Отсутствие обновлений и программного обеспечения, ну, в смысле, и операционных систем, и другого программного обеспечения. И многие грешат тем, что рекомендации не выполняются. Та же ситуация с Митком, да, это, один из способов распространения его был, это через уязвимости SMB1. То есть там всего три было вектора, но один из них – это уязвимость SMB1, именно это закрывалось замечательно патчем Майкрософта. Два других, конечно, оставались, но вот этот закрывался патчем Майкрософта. Вот, ну, 14 марта Майкрософт сообщил о том, что вот есть такая уязвимость, да, я же до 27 июня никто не удосужил, ну, многие не удосужились, скажем так, это все поправить. Мало того, предварительно перед этим был Ванна Край, который был там в конце апреля, в начале мая, и тот же вектор отработался, который потом применился уже 27 июня. Ну, народ очень долго решался на то, чтобы все-таки взять и сделать, и обновить все, что не придем, обновить. Также есть внутренние инфраструктуры, слабо защищенный доступ к комфоративным ресурсам, то есть это когда, ну, даже если, вот ситуация в зале, в Wi-Fi, я подключился к своему VPN-серверу, вроде бы там все там достаточно строго, но я начинаю вводить слабо-парок. Я ввел, все, и дальше работаю. Я смотрю, никто не смотрит. Ну, есть камеры наблюдения, и при заведенном повторе с разных ракурсов можно легко увидеть, какой у человека пароль. Вот, пожалуйста. И вот мы уже увидели и адрес какой, и учетная запись, и пароль. Так пароль обычно одноразовывается? Ну, а пароль одноразовывается? Нет, ну, как вариант, как это избежать, есть, я, собственно, об этом, кстати, наверное, надо было сразу анонсировать. У меня сегодня два доклада. Один я посвящаю парамлематике, а второй доклад, собственно, что мы предлагаем для того, чтобы вот эти проблемы устранить. И вот, как правильно подсказал коллега, то двухфактор анонсификации это как раз вот вариант, как обыденно защитить доступ к корпоративным ресурсам. Следующее, это незащищенные операционные системы, то есть в инфраструктуре, кроме наших винтовых рабочих машин, серверов, там, и гинусовых серверов, есть же еще и мобильные устройства, есть десктопные линуксы, macOS, о защите которых тоже не сильно задумываются многие. Во-первых, потому что считают, что система практически неуязвимая, и тому подобное, хотя после того, как полтора года назад злоумышленники массово шифровали линуксовые сервера и вымогали за это денег, уже стало понятно, что с этой операционной системой тоже нужно быть аккуратными и следить и за аддейтами операционной системы, и за закрытием уязвимости. Отсутствие средств защиты конфиденциальной информации тоже проблема, беспокоиться за тем, чтобы защитить периметр, но есть конфиденциальная информация, которая не очень доступна, но если постараться, до нее можно добраться и можно ее утащить. Учитывая то, что малейшее проникновение на какую-то простую рабочую станцию, хотя бы с нее уже можно вынести информацию или же какую-то собрать информацию общую о том, что там в сети какие-то есть устройства. И отсутствие системы резервного копирования, ну в принципе это на сегодняшний день уже не сильно проблема, в принципе многие уже решили этот вопрос, то есть уже там копируют все, по-всякому, но опять же сохранность самих бэкапов. Если бэкапы находятся у нас в нашей инфраструктуре, и даже резервные бэкапы у нас куда-то складываются, два, то если доступны и это хранилище и то изнутри инфраструктуры, то злоумышленники, пробравшись внутрь инфраструктуры, а потом через какое-то время добравшись до учетки с повышенными предметами, поднимаются и до хранилища, и их почистят. Собственно, что мы наблюдали, сейчас одну секунду, что мы наблюдали в одной из организаций, когда все пропало, люди пришли, ничего не работает. Пошли к серверам, пусто, нет ничего. Вплоть до того, что маршрутизаторы не работали. Что сделали злоумышленники? Они, сделав все, что хотели сделать, уходя за собой, тушили все, имея низкие права, удалили виртуальные машины с хостов, удаляли бэкапы, перезаписали какими-то там битыми данными, стартанули на серверах, на рабочих станциях процессы уничтожения информации, и еще с той машины, с которой это все осуществлялось, еще и перепрошили сетевое оборудование битыми прошивками. Все. На утро люди получили вообще полностью нерабочую инфраструктуру. Поэтому система резервного копирования, мало того, что нам должны быть, еще надо беспокоиться о том, чтобы дополнительный резервный вэкап не был доступен изнутри инфраструктуры, чтобы его, даже в случае такого проникновения, нельзя было уничтожить. А как же оповещение о том, что вот перестал работать в какой-то сервер? Оповещение? Ну, если есть, там, два, два, А, вопросов нет. В общем, когда провели полное расследование, то на вот это все, что я рассказал, злоумышленникам, ушло там 20-3 минуты. То есть момента, как они начали, то есть они подготовились, они все подготовили и запустили сценарий, который вот это все сделали. Вот. То есть за 23 минуты они положили и ушли. То есть, ну, вообще нет там, ну, в той организации, которая от этого пострадала, у них не было мониторинга работоспособности, сервисов и оборудования. То есть, да, это их недостаток, вопросов нет, но это бы их не спасло. Потому что вот реально вычисли, что в момент захода там был там 4 с копейками утра, вот, и там через 20-15 минут они вышли. Все. Поэтому, ну, да, вопрос. Я обычно к предыдущему свалюбку говорил, ну, и игнорируют производственное оборудование. В производственном оборудовании контроллеры, они настолько игнорируются у их безопасности, они еще самые, самые, наверное, выязвимые. Потому что опускаемые Ertz крайне редко применяются на производстве и крайне редко отпускают. Я знаю очень много а так, именно через производственное оборудование. Сообщенно advised, это потому, что много производственного оборудования требует управления, а управление это У меня это больше относится к отсутствию актуальных обновлений в АСФО, то есть наличие вообще старой операционки, это уже есть люди. Собственно так, остаток информации для анализа инцидента информационной безопасности. Вот есть у нас оповещение, перестал работать сервер. Почему перестал работать? Иногда можно очень много потратить времени на анализ того, что там сервис какой-то там отвалился, и можно так и понять, что произошло. Да, если вы выяснили причину моего, там железо протестили, он будет сыплется, понятно, почему там сервер отвалился наш. Но если там протестили, все нормально, пытались детологию анализировать, они ничего не нашли. И опять же, на этом можно ввести много времени и не добиться результата. И вот основные недостатки в этой категории, это то, что даже если есть средства защиты всевозможные и мониторинга, они могут просто-напросто неэффективно использоваться. Вот те же уведомления. То есть нормальная анализация с нормальными айтишниками, то есть они беспокойно... нормальный админ-линиевый админ, да, то есть он все настроил, он все работает, он оповещение настроил, он сидит только, там, реагирует на то, что он, опа, а у меня тут что-то, где-то там сервер возит перезагрузку, и у меня здесь, да, то есть, ну, вот это нормально, это правильно, вот. Но плюс к тому, что делают админы и работоспособность самих, самого оборудования и сервиса, есть еще понятие безопасности и понятие инцидента информационной безопасности. И вот средства защиты, которые есть, не всегда эффективно используют, поэтому не владеют достаточной информацией, то есть и вовремя не оповещаются. Отсутствие систем центрального мониторинга. То есть есть у нас там прокси-сервер, Firewall, есть у нас там DLP-система, антивирусная защита, у нас тут много песочек, все обложились с этим всем. Но что-то расследовать, это мы полезли туда посмотрели, а так, пошло там, а там, а там, а там. То есть, если нет централизованной какой-то системы, ну, сейчас я говорю о СИЭМ-системе, то есть система управления инцидентами, то очень сложно, а иногда практически нереально вообще расследовать какой-то инцидент. Отсутствие решений для выявления аномальной активности. Речь идет о DDR-системах, Endpoint Detection and Response. Это новая сейчас категория решений, которая вот сейчас только набирает популярность, и о нашей я тоже немножко расскажу позже. Нет вот такого инструмента, сразу же расследование инцидента, время потрачено на расследование инцидента увеличивается в несколько десятков раз. Просто так, потому что вот эти вещи, они, то, что нужно потратить там часы на исследование какой-то информации, сопоставление, корреляцию, это все делается автоматически, это все делается вот этими решениями. Также инструменты для реагирования на инцидент. Да, мы расследовали инцидент, мы выявили, что там не так, но для того, чтобы теперь там заблокировать какой-то процесс, да, мы начинаем пытаться, чтобы там, другими политиками, там, ну, что-то, куда-то, как-то. Вот, то есть, если есть инструмент, который автоматически еще даст возможность отреагировать, то есть, расследовали, а теперь еще и отреагировать на это. То есть, это тоже значительно усиливает и упрощает работу безопасника. И нестаток IT-ресурсов. То есть, это самая большая проблема в наших организациях. То есть, ну, и как обратных, так и человеческих, да. То есть, и оборудования не хватает на реализацию тех решений, которые, вот, та же система централизованного администрирования, те же ИДР-системы. Вот, плюс человеческих ресурсов. Просто людей не хватает на то, чтобы успеть и обслужить все то, что вот оно есть и оно работает. Модернизировать, да, о чем вчера говорили, что там куча планов, куча проектов, на это тоже нужны ресурсы. А еще нужно следить за тем, что происходит с точки зрения безопасности, выявлять эти инциденты, расследовать их и реагировать на них. И, собственно, неправильное действие сотрудника. То есть, сотрудники, ну, пользователи на сегодняшний день ведут беспорядочную социальную жизнь в интернет-простанстве. Особенно, да, особенно это касается... Свои чиплорезы. Свои чиплорезы. Свои чиплорезы. Особенно это касается, ну, топов, которые мало того, что делают, что хотят, а еще и запретить им сложно что-то, да. Вот. Даже не понимают, что просто открыв какой-то сайт, вот, даже не нажимая там на какие-то баннеры и все остальное. Все, просто попытка открытия сайта, это уже идет загрузка информации. Вот. И все. И это может быть реальным взломом. Просто попытка прохождения по ссылке. О. То же самое с съемными носителями. Съемный носитель, это тоже точка понятновения внутренней инфраструктуры. Собственно, например, я переводил, как сунул дома в зараженный комп, потом пришел на работу, принес заразу, все. Несенсиональное подключение сторонних устройств. Собственно, тоже немножко об этом вчера говорили, о том, что и интернет свой принесли, включили в компьютеры, да, и там через мобильное устройство подключились. И это, кстати, самый страшный вариант, это когда мы одновременно находимся и в корпоративной сети, и есть выход в интернет. И если, и злоумышленники, соответственно, получают все знания, что вот, внимание, у нас есть доступ, и они спокойно могут уже дальше не пришли делать, чтобы принимать какие-то действия. Что касается софта, тоже, если дать возможность пользователям устанавливать софт, вот, то все, вот, пожалуйста, они вам просто делают дырки путем того, что устанавливают. И это, как правило, чаще всего это касается пиратского софта. То есть вот, зачем я буду покупать что-то, когда вот я вот здесь вот зашел, я вот скачал, вот у меня кряк, вот антивирус там, на кряк рвается, мы антивирус там в исключение добавляем, причем реально и админы это делают. То есть есть организации, в которых мы там что-то централизованно настраиваем, мы говорим, ребята, Клинтово Восток, там и КМС, там и кряк на то, кряк на сё. Ну, понимаем, не надо, нам это же надо. Вам это надо, вот, ну так вы же делаете себе дырку, потом же от этого будете страдать. Ну, а что мы можем сделать? Тогда тоже все пострадают. Ну, это, собственно, цена залтовых бесплатных слов. Вот. Ну, и нарушение прочих правил политики. То есть вообще, как таковых правил иногда в организации нет. Кто, кому, чего можно делать, кому, чего нельзя делать. Что касается отсутствия квалифицированных кадров. Ну, в некоторых организациях вообще подразделения информационной безопасности, того нет. То есть есть IT, вот, и IT делают всё. Вот. Соответственно, это есть неправильно, потому что, ну, реально не сможет идти, выплатить всю ту работу, которая касается информационной безопасности в том числе. Даже в случае, если там есть разделение, да, вот IT, вот информационной безопасности, то нет между ними нормального взаимодействия. То есть они больше не как, ну, какая-то команда, да, а как конкурирующие отделы, которые там, ну, сегодня эти закупали там софт, теперь этим передали, эти на этих обиделись, а эти с этих что-то требуют, а этим некогда. И, в общем, вот такое начинается. В общем, они больше друг другу палку в полюсо оставляют, чем делают какое-то одно общее дело. Вот. Собственно, следующее, о чем хотел сказать, это отсутствие понимания проблематики. То есть есть средства защиты, вот вроде бы всё есть, но мы не знаем, против чего мы защищаемся, и, соответственно, как эти средства защиты эффективно использовать, то есть что может быть такого, что мы должны увидеть, найти, отследить, это, причем я даже не знаю, кто в этом виноват, и не совсем понятно, что с этим делать, вот. То, что вот я встретил в одном из банков, руководитель информационной безопасности, он так построил свою работу, что там все его замы выполняли всё по его обязанностям, а он сидел с утра до вечера, мониторил, что в мире происходит. То есть где там кого как взломали, где чего там произошло, где там чего раскрыли, где там чего исследовали, и потом вот этого всего у нас насчитался, и у всех своих напряг так, а ну быстро проверили, а нет ли у нас такого, или а вот как мы от этого можем защититься. То есть, не знаю, опять же, достаточно ли будет у любого из нас, да, ресурсов, вот именно человечества, чтобы именно заняться вот такой данный момент. Вот, но в любом случае понимание, что нам произойдет, от чего нас защищаться должно быть. Следующее это отсутствие четко утвержденной политики безопасности, я уже об этом немножко сказал, то есть кому чего можно, кому чего нельзя, причем это касается не только пользователей, а и админов, и тех же офицеров безопасности. Вот, и самое такое интересное, это отсутствие процедуры реакции на атаку, то есть то, с чем мы столкнулись 27 июня, да. То есть, возможно, вот какая-то ситуация, да, массовое там заражение, например, что в этом случае делать. То есть, если бы была такая процедура, то все бы знали, что, так, там, безопасники начинают быстро что-то там исследовать, там, сетевики быстро там отключились, там, интернета там включили сетевое оборудование, там, админы быстро там что-то там выключили, срочные сервера там начали управлять, да, руководители там разных подразделений отпустили всех своих работников домой, просто нечего здесь делать, да, вот. Топы там своим день этим вопросом занимаются. У нас же, получается, что? Все бегают, все кричат, вот, каждый, там, бухгалтер, там, или еще кто-то, там, самый рядовой человек прибегает, смотрит за шлюпку админа, начинает ему сильно рассказывать, как важна ему была информация, которую он на компьютере. А админам нужно сейчас другими вещами заниматься, то есть вот такая всеобщая паника, хаос, мало того, еще и топы кричат, что нафиг себя всех уволят, за что им тут деньги не плачут, не досмотреть. да, вот. Поэтому, да, может быть всякое, но нужно понимать, как себя вести, и что делать в случае, если что-то произойдет. Все поперпал. Нам напоминают очень громко, что у нас поперпался. Ну, собственно, вот список того актуального, что на сегодняшний день есть, и как с этим бороться, и как эти моменты решать, я расскажу все в следующем. Спасибо. Вопрос по профессии движения к народу, то есть центр поддержки пользователей есть. Расскажите, какая сейчас стенденция с этими вирусовым вымогателем, как вы сидите в море здесь? Вопрос, наверное, с тем, что клиент нам позвоняет, нас их пошифровал. Ну, вот вы же не купили, если вам предлагали. Это чем вы нам помогли, так? Был бы меньше риск заражения. А сами пишем в собор, что вот такой-то шахматчик, вот такие-то требования. И что да, есть, в апреле выпущен, но пока мы боремся, еще ищем для него шахмат. Расскажите, какие вообще тренды, как вы с этим боритесь, что вы понимаете? На сегодняшний день то, что способно обойти защиту, вот, оно, ну, этот софт работает таким образом, что он или активируется с каким-то очень длинным паролем, или шифрует. То есть, подобрать это нереально. То есть, если даже использовать супермощное оборудование, пытаться, там, подбирать пароль, там, он уйдет иногда несколько лет, и надо ли это вообще. То есть, и результат получится или нет, будет потом. То, что мы сообщаем пользователю, первое, это мы пытаемся успокоить, что ли, да, да, спокойно, вот. Ну, то есть, мы однозначно анализируем, чем их зашифровали. Если вот такая ситуация, что, ну, расшифровка практически нереальна, то есть, мы об этом сообщаем, кучу рекомендаций, как этого избежать прий, и обязательно говорим, что если информация действительно критична, и вот все, до нее в любом случае надо добраться, не теряйте ее, отложите в сторону. Почему? Потому что расшифровать можно. Но можно в каком случае? Если добраться до мастер-ключа, это может быть разными способами. Или кто-то самих злоумышленников взломает и вытянет у них мастер-ключ. Или до них доберутся спецслужбы и добудут мастер-ключ. Но реально у нас были такие ситуации, через три месяца, через поли года. Ну, может быть и так, да, может просто кто-то там пожалеет людей, отдаст. У нас были такие случаи, что через какое-то время попадаться в мастер-ключ, но когда он где-то соседится, он однозначно всем вендорам достается. И наши специалисты в итоге тогда могут создать плагинчик, который сможет восстановить информацию. То есть, ну, реально такое есть и такое будет ситуация. Собственно, вот так. На этом все.